Всем привет! С вами волонтер и политолог Роман Пятигорец. Понимаю так, что очень важно сейчас выйти в эфир и очень быстро, в двух словах, объяснить ситуацию на запорожском направлении, которую сейчас максимально перекручивают, которую максимально сейчас, знаете, доводят до такого состояния мандража на фоне, конечно, ночных вот этих всех обстрелов и прилетов Кабами. Народ, я прекрасно понимаю, что пока у нас нет панацеи от вражеской авиации, но над этим вопросом, еще раз говорю, все, вообще все, кто в коалиции, монументально сейчас работают, потому что, ну, действительно, это сейчас одна-единственная палочка-выручалочка у россиян. Если взять вообще запорожское направление, народ, ну, я вам честно хочу сказать, наикричайший путь наступления, это от Васильевки, вы знаете, да, по трассе и на наше любимое Запорожье. Ну, так, орки сами мост взорвали, чтобы мы в ту сторону не шли, и недавно дамбу бахнули, так само, чтобы мы не обошли и не вышли, там, условно говоря, к Энергодару через Днепрорудное. Какие-то там, да, две бригады, где там какие-то, да, четыре кальяки и три гада, понимаете, вот, они там все уже потасканные, ну, так называемые, там, якобы морские пехотинцы, да, но все, короче, на затакнуванному, как у нас, я кажусь, злагу джини, понимаете, вот, они там отдыхают в Васильевке, вот, и плюс еще притащили полк, там, каких-то там, я не знаю, ополченцев Минина и Пожарского. Вот это все требия, которое там, оно между собой, даже разговаривая возле магазинов, то, что слышат наши граждане, которые находятся на тот, они прекрасно понимают, что идти до Запорожья по вот этим вот холмам, это смерти подобно, потому что даже эти попытки продвижения в районе Орехова, по три, по четыре человека, вот эти их немалые группы, ну, слушайте, в Работино даже никто не суется, потому что за 15 километров от Работино тебя видно, как на ладони тут же взлетает рой, FPV-шек беспилотников, тут же начинает работать наша артиллерия, и поверьте мне, мы очень хорошо даем им прикуривать, есть масса кадров, посмотрите, как только где-то мы видим, что идет хотя бы малейшая попытка им собраться в кулак, в какую-то механизированную группу, там, и что-то там, ну, попытаться, там, да, где-то нас прощупать, там, прорваться. Ночью мы отрабатываем и бомберами, и очень много у нас сейчас очень интересной техники, которая с утра до вечера 24 на 7 висит в воздухе и мониторит все и днем, и ночью. Поэтому то, что там происходит в районе Новоселки, понимаете, вот, это, ну, вообще совсем другой театр боевых действий. Да, это происходит на границах Днепропетровской, Донецкой и Запорожских областей, да, но вот эти все там колебания в районе, условно говоря, того же самого Гуляйполя, да, я вам уже говорил, там стоят просто, ну, просто притарианцы, там стоит Новоселковская, ТРО, и стоят они там с первого дня войны. Это очень хорошие, мотивированные, подготовленные ребята. И техники хватает, и всего на сегодняшний день хватает. То, что враг будет делать попытки где-то дергаться и рыпаться на запорожском направлении, и пить с нас кровь, ну, вот такими там ночными ударами, там, или просто вот такую бомбу, а вы куда кинуть, да, что просто вот нам нанести какой-то ущерб, урон, ну, больше сломает нас психологически. Они это будут делать, но людей у них просто нет, потому что свой курс к родной надо освобождать до инаугурации хотя бы там Трампа, чтобы хотя бы там не опозориться. Поэтому, народ, еще раз я хочу вам всем сказать, не ведитесь на очень яркие заголовки, которыми сейчас пестрят телеграм-каналы, что вот пойдут, или а вот готовятся. Ну, готовятся. Ну, Россия постоянно к чему-то готовится. И запорожское направление, оно само по себе, в чем оно, даже, я бы сказал, больше сложности представляет, потому что три дня может на каком-то участке быть вообще гробовая тишина и затишье. А потом начинается активизация, потому что идут, так называемые, вот эти все прощупывания врага наших боевых позиций. И вот где-то там идет ответка-обратка, потом начинают туда корректировать кабы, подтягивать. Враг все равно, как бы, долбит, он все равно пытается там сломить там любые какие-то там, условно говоря, ну, для нас естественные там зарождения, вот, а это застройки, агломерация там и так далее и тому подобное. Вот, опять же таки, пока мы не решим проблему с этими дурацкими кабами. Так, народ, еще раз говорю, лучшая таблетка, вот, от этого, от депрессии, от того, что на Запорожье что-то там насувается, надвигается, это донат. Вот задонатили, и вот я вам честно хочу сказать, можете спать спокойно. Посмотрите, масса сейчас интереснейших проектов, я даже перечислять не буду, вы сами эти телеграм-каналы читаете, смотрите, и можете в наши реквизиты донатить, можете донатить туда, куда вам вот больше нравится, где вот тот же самый там, посмотрите, Мадяр, красивые видеоотчеты там подает. Все собирают постоянно, еще раз говорю, FPV-дронов мало не бывает, вот. Их всегда надо больше, 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 потому что, вы видите, прекрасно, это наша сейчас палочка-выручалочка. Поэтому, запорожцы, держим порох сухим, вот, помните все, что мы казацкого роду, а казацкому роду немае переводу. И это наша земля, тут могилы наших отцов, прадедов. Мы здесь родились на нашей Богом данной земле. Никакого пессимизма, никакого расстройства, и в то же время не расслабляемся, не расслабляемся, помогаем ЗСУ.